Да, вот еще раз мы видели этот опасный момент, где выручил Кочнев и может быть немножко... Еще один бросок и гол! 1-0! Вот вам, пожалуйста, начало матча. Локомотив начинает мощно и звучит паровозная сирена, паровозный гудок на арене 2000. Руденко становится автором первой шайбы в этой встрече после выигранного бросования. Блестящий бросок в верхний угол. Честно говоря, я даже не обратил, как все произошло. Давайте посмотрим еще разочек. Вот цена выигранного вбрасывания в данном случае. Ну, знаете, я об этом постоянно говорю, что вбрасывание можно выиграть, а можно не проиграть. Так вот, ну нельзя так проигрывать вбрасывание, просто как будто... Кто там, Рыбаков стоял? Как будто второго игрока не было, да? Ну, как будто его там нет, да. Просто отбросил шайбу, подбрасывал, и все. Континентальная хоккейная лига. Выиграли вбрасывание, кисты локомотивы, но шайба вышла в среднюю зону. Даже переусердствовали. Так выиграли, что шайба улетела. Васильев, можно сказать, ветеран локомотива начинает атаку. Вход в зону по правому флангу. Атака сходу не получится, но тем не менее шайба осталась в зоне Спартака. Странно, как так свободно спартаковцы дают ярославцам в зону входить, обыгрываются один в один. Просто удивительно. Ну, все-таки в меньшинстве сейчас играют. Ну, все равно. Они там, конечно, в меньшинстве, но локомотив как у себя дома. Что-то говоря, они у себя дома есть, я имею в виду в зоне. Но вот видите, подтверждение моих слов, так же нельзя. Они просто спартаковцы, как статисты сейчас, стояли и наблюдали за хоккеистами локомотива. Что, опять Руденко? Да, опять Константин Руденко, дубль. 7 минут 50 секунд сыграно, и пока Руденко просто главная звезда матча. Но по той игре, которую демонстрирует сейчас локомотив, преимущество, в общем, в две шайбы, конечно, настолько закономерно. То есть могло бы быть и больше. Хорошая передача, все очень спокойно разыграно, и Кочник не успевает переместиться. Хороший плотный бросок сходу. Все абсолютно закономерно и все по делу. Между прочим, два раза Руденко забросил обе шайбы, заброшенные после бросков схода. И, в общем-то, тяжело, конечно, когда вратарь перемещается из одного угла в другой, бросок схода, среагирует сложно. Послушаем, конечно, что скажет Олег вратарь в перерыве, но мне кажется, что это тяжелая шайба. Континентальная хоккейная лига. Ну, смотрю, у «Спартаковцев» ноги совсем сегодня не бегут. Да, совершенно согласен с вами. Легко, как уходит. Бросок, Кочнев, 3-0. Ну, просто на растерзание сейчас заставили Дмитрия Кочнева. Защитники, и вот ваша фраза. «Спартак» просто такое ощущение, что выступал в роли эдаких, вот, я не знаю, зрителей, что ли, вот в данном случае. Ну да, решили посмотреть, как там Кочнев справится один с Мехновым или нет. С первого раза справился, со второго тоже, ну, с третьего уже не смог. Такое ощущение, как будто вчера «Спартак» играл три овертайма с другой командой какой-то. Потому что Мехнов настолько себя спокойно чувствовал в этом эпизоде. И при том, что Алексей Мехнов, ну, далеко не самый скоростной форвард даже «Локомотива». Я уж не говорю российского хоккея. У него масса своих выдающихся качеств, но, скажем, стартовая скорость в число не входит. И настолько легко он, посмотрите, уходит от «Спартаковских» защитников и нападающих, собственно. 3-0. Континентальная хоккейная лига. Остается играть три с половиной минуты во втором периоде. 3-0 впереди «Локомотив». Ну, и потому что мы видим сейчас у Георгия Глашфили очень хорошие шансы отыграть эту встречу на ноль. Я вот вспоминаю, Олег Браташ сказал перед игрой, что много шайб заброшено не будет. Помните, Александр, мы с вами тоже одну игру смотрели и думали, что много не будет. Так в Ванкувере мы сидели там, 7-3 как-то сыграли. Да. За воротами шайба владеет шайбой в зоне «Локомотив». И так, знаете, шайбой владеет и даже не собирается особенно бросать. Такое ощущение... Такое ощущение, что убивает время. Да. Только я об этом хотел сказать, что вроде бы как меньше 4 минут до конца периода. Мы в большинстве еще 50 секунд сейчас повозим. Ну, так, ладно, бросим. А вот и 4-0, да. Причем опять при полном попустительстве Покровского, который, ну, обязан был мешать Галимову. Галимов шикарно бросил под перекладину, вопросов нет. Но Покровский опять-таки, вот когда судят о функциональной неготовности? Может быть, об этом конкретном матче можно говорить. Не обо всей серии еще, наверное, рано все-таки такие доводы делали. Но быстрота реакции, да, согласитесь, когда именно игроки медленнее реагируют на каждый конкретный игровой эпизод. Вот и сейчас. Давайте еще раз посмотрим, что было. Бросок Гуськова. Сегодня быстрота. Чайбой выходит из-за ворот. Ну, может быть, здесь, я бы сказал, не в полном попустительстве, но так или иначе оба защитника «Спартака» этот рикошет проспали. А вот Галимов не проспал. Не, ну Покровский-то стоял рядом. Да? Вообще, что он там... Куда смотрел-то? Континентальная хоккейная лига. Что касается Кочнева, то, как ни парадоксально, я имею в виду, в «Спартака», то он уже два матча в этом плей-офф сыграл, не пропустив ни единой шайбы. Поэтому, с этой точки зрения, период, наверное, имеет некую дополнительную, скажем так, интригу, просто потому, что «Спартаку» вот этот гол не помешал бы для... Ну, посмотрим, чем дело кончится. Дело кончится пятой заброшенной шайбой. Галимов. Александр Галимов забрасывает эту шайбу. Локомотив ведет 5-0. Просто какая-то Аргентина-Ямайка. Да, это уже Аргентина-Ямайка, причем не столько даже по счету, сколько по сути. Ну, знаете, я думаю, что, конечно, можно сказать, что какая разница, с каким счетом проигрывать. 1-0 или 5-0. То есть, все равно тут важен результат, кто выиграл, кто проиграл. Но мне кажется, что с психологической точки зрения, все равно это важно, с каким счетом ты сыграл эту игру. И, мне кажется, так вот разваливаться тоже нельзя. Может быть, единственный какой здесь плюс, с точки зрения «Спартаку», как мы уже с вами, Александр, сказали, что они их заманивают. Расслабят окончательно и завтра тепленькими возьмут. Ну, понятно, что, так сказать, завтра матч в любом случае будет иметь несколько другой рисунок. Кстати, к слову говоря, скажу о том, что завтра на нашем канале продолжение банкета вот этого. Банкет, правда, сегодня только для одной команды, для «Локомотива» и его болельщиков. Спартаковским болельщикам сегодня не до банкета. Континентальная хоккейная лига. На льду уже, в общем, сейчас, я думаю, что в большей степени будут принимать участие молодые хоккеисты. Да, сейчас очень много времени проводят четвертый звено у «Спартака». Вот Шкотов на льду и Кузьмин на льду, и Вишневский молодой тоже на льду. То есть, в общем... Ну, а «Локомотив»-то, наверное... Я знаю, Петр Ильич, там для него важно. Он обычно говорит, что там давайте поможем вратарю сыграть на ноль. В этом плане, я думаю, что для них важен этот психологический аспект. Хотя, вот знаете, в третьем периоде у «Спартаковцев», как ни странно, моменты стали... Собственно, что тут странного? Это понятно, потеря концентрации уже возникает. Ну, вот и не дали сыграть на ноль. Бутурлен одну шайбу отыграл. Ну, вот этот, наверное, гол, который скорее важен... Да нет, он важен, на самом деле, для обеих команд. Понятно, что на результат это мало как повлияет. Надо сказать, что Бутурлен очень хорошо играет в плей-фе. И с «Динамо» он просто вытащил, я считаю, игру. Когда «Спартаковцы» проигрывали 3-0, сначала забросил первую шайбу ответную, потом в овертайме сделал передачу очень хорошую. И вообще, вот все-таки опытный человек в плане игр в плей-офф. Может быть, в этом составе «Спартака» самый опытный, я имею в виду, по опыту игр в плей-офф. И поэтому вот сейчас он... Вот о чем мы говорили, эту шайбу забросил, такую, как мы говорим, мусорную, да, на пятаке подправил. Молодец, Саша!